Девушки отдыхают Параллельные и совершенно разные образовательные системы Опора на знания и предоставление возможностей для развития в одной Втягивание в политическую игру в другой Почему дети становятся ее заложниками, а учителя получают высшие государственные награды Румынии История вопроса и день сегодняшний Два друга Вячеслав и Вадим, будущие выпускники В бендерской школе номер 15 учатся не так долго Один с 10-го, другой вообще с 11-го класса Ребята перешли сюда из лицея Александру Челбун, который тоже находится в Бендерах Преподавание там ведется на румынском языке А в семье Вячеслава, например, общаются только по-русски Почему в первый класс его отдали именно туда, не знает до сих пор Перешел, потому что тут, наверное, больше перспектив поступить в Россию и как-то продолжить обучение там Я до этого учился в румынском лицею Там намного сложнее, но я не собираюсь связывать свою жизнь в дальнейшем Ну, не с Молдавией, Румынией, Европой в том числе Переход в другую школу в старших классах Вячеславу дается легко С новыми одноклассниками общий язык нашел быстро С учебой было немного сложнее, но с трудностями молодой человек справился Там было, может быть, немножко проще, потому что я старался как-то, ну, больше понравиться учителям Где-то, может, у меня были какие-то поблажки Ну, а тут как-то у меня не очень получилось, поэтому приходится только учить В будущем школьник видит себя юристом или психологом Поэтому в обучении делает упор на гуманитарные предметы, в том числе историю Поэтому отличие в изучении этой дисциплины в лице с румынским языком обучения и русской школе заметил сразу Там, например, рассказывали про то, что, ну, не было румынской оккупации, как мы сейчас учим про румынскую оккупацию А там говорили, что, ну, то есть эта территория была заранее территорией Румынии И такой оккупации не было, а было просто как возвращение территории Ну, я считаю, что в истории вообще важны факты, а не точки зрения Вадим перешел в русскую среднюю школу вслед за Вячеславом У него здесь сложности возникли с подготовкой к единому госэкзамену по русскому языку Там, где учился раньше, русский изучает с шестого класса практически как факультатив Подготовка идет сложно Сейчас нулевые уроки Я не видел никогда таких учителей, которые сами приходят на нулевые уроки Стоят утром, чтобы дать знания, не знаю, ученикам В классе, где сегодня учатся Вадим и Вячеслав, 24 ученика Ребята говорят, по сравнению с лицеем Александру Челбон это очень много Там в 10 классе обучалось всего 14 школьников С условиями не очень было, потому что очень мало кабинетов Приходилось искать кабинеты Для химии нет кабинета Очень плохо с кабинетами Друзья с самого первого дня пребывания в этой школе Всегда получали необходимую помощь от одноклассников и преподавателей Здесь они сумели раскрыть свой потенциал Вячеслав даже ездил на международный саммит по здоровому образу жизни в Москве Увлекательная внеучебная деятельность помогает показать себя с разных сторон, уверены школьники Слава очень активный ученик Он так быстро влился в наш коллектив, что когда наши дети уехали на международный саммит в Москву Он одним из первых дал положительный ответ, что он хочет ехать с детьми и поучаствовать в этом саммите История лицеев с румынским языком преподавания в Приднестровье Родители Молдавии был опубликован законопроект о функционировании языков на территории Молдавской ССР Согласно ему, родители лишались права выбора языка обучения детей А за использование в официальном общении негосударственного языка предусматривалась административная и в ряде случаев уголовная ответственность 30 марта 1989 года был опубликован законопроект о государственном языке, подготовленный рабочей группой Верховного Совета МССР В котором единственным государственным языком провозглашался молдавский В Приднестровье оба эти законопроекта были восприняты как дискриминационные Высказывались предложения придать статус государственных двум языкам, молдавскому и русскому А также протесты против перевода молдавской письменности на латиницу Однако, несмотря на то, что Приднестровье выступало против, 31 августа 1989 года Верховный Совет придал статус государственного только молдавскому языку То есть вменялся в обязанности всем абсолютно учебным заведениям Переходить на молдавский язык как государственный язык МССР И причем была принята новая форма языка, новая его одежда Латинская графика для молдавского языка Таким образом, с 1989 года все молдавские школы, в том числе и в Приднестровье Перевели на обучение на румынском языке Однако для большинства жителей левого берега Днестра Этот язык, а тем более латинская графика, были совершенно незнакомыми Общая растерянность и нежелание слепо следовать политической указке Выросли в активную борьбу Она завершилась отделением Приднестровской Молдавской Республики Одним из лозунгов сторонников нового государства Стало и сохранение молдавского языка на его исконной кириллической графике Эта норма закрепляется в законе о языках от 8 сентября 1992 года Письменной формой выражения молдавского языка во всех случаях его использования Является исконный кириллический алфавит Навязывание молдавскому языку латинского алфавита Влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Возвращение всех молдавских школ к преподаванию на молдавском языке С его исконной кириллической графикой Было необходимым условием для их дальнейшего существования в Приднестровье В Молодой Республике тогда работало 26 образовательных учреждений С молдавским языком обучения И 16 смешанных школ Где знания давали на русском и молдавском языках Практически все организации образования Выполнили требования о возвращении кириллической графики Однако несколько школ, причем целевым путем обозначенных Были выделены в качестве очагов сопротивления Принятию нового государственного строя Нового языка Переходу на образовательную деятельность Как правоприемницы Советского Союза На систему образования, принятую в Российской Федерации Это школы в Террасполе, Бендерах, Рыбнице, Дубосарском микрорайоне Коржево, Селероге А также школы-интернат для детей-сирот в Бендерах Они остались под юрисдикцией Молдовы Не удалось создать таких политических очагов в Каменском районе Не удалось создать такой политический Потому что я прямо говорю, это политические инсинуации Политические спекуляции Вот для чего нужны были эти учебные заведения Не удалось этого сделать в Слободзейском районе В одной из дубосарских школ подходят к концу уроки Ученики младших классов читают слух на молдавском языке Раньше у некоторых из них не было возможности изучать родной язык на основе кириллицы Например, Андрей перешел сюда только в прошлом году Вместе с еще десятком детей и подростков из Селороги Там приднестровских школ нет Но есть учебные заведения с преподаванием на румынском языке Которые как раз и находятся в подчинении Молдовы Я думаю, что лучше здесь учиться Ну, здесь много детей Учителя хорошие И лучше здесь, чем там Ну, у нас там мало детей было Только шесть в пятом классе И не было с кем учиться Только я и моя сестра, и еще один друг И все, только вот эти были Ну, я решил уже перейти в Дубасарскую школу Здесь лучше, я пойду уже отсюда Смогу пойти в Тирасполь Буду учиться там дальше Мне здесь нравятся Учителя очень хорошие Ребята очень хорошие Хорошие, общительные Еще здесь и факультатив есть Где мы делаем домашнюю работу И нам помогает, если мы не знаем Нет, я не хотела вернуться в прежнюю школу Почему? Потому что там нет факультатива Нет побольше общительности Ну, ребят иногда бывают плохие Проблема перехода детей В преднестровские учебные заведения Была решена в начале 2014 года Детей из села Роги В школу и обратно домой Стал возить такой микроавтобус В любую погоду, без опозданий Что самое важное, бесплатно Водитель собирает ребят И сопровождает их на пути к знаниям За нами каждое утро Приезжает маршрутка Бесплатно Привозят нас в третью школу Ну, очень хорошая школа Питаемся мы бесплатно Посещаем факультативы Спортивные секции Что возможно до полчетвертого вечера Потом также бесплатно Нас отвозят обратно в село Роги Долго шла борьба за обучение детей На кириллице в Григориопольской Молдавской школе В 1989 году в этом учебном заведении Как и в остальных в Молдавской ССР Стали преподавать на румынском языке Однако в 1992 году Школа перешла под юрисдикцию Приднестровья И вернулась к молдавскому языку На кириллической графике Тем не менее, учителя продолжали Неофициально использовать румынский язык Программы, утвержденной Министерством просвещения Молдовы Более того, в 1996 году Это профильное ведомство Приняло заочные решения О создании на базе Приднестровского образовательного учреждения Альтернативной школы номер один В Григориополе Незаконная образовательная деятельность На румынском языке Подтверждается и отчетом ОБСЕ Официальный учебный процесс В школе проходил с использованием Кириллицы и Приднестровской учебной программы Но школа тайно продолжала занятия С использованием латиницы и учебников Министерства просвещения Молдовы В двойном статусе Школа просуществовала вплоть до 2002 года Тогда была предпринята попытка Ее легализации в Приднестровье Путем открытия частной школы С румынским языком обучения Затянувшийся конфликт между учредителями И местными властями Григориополя Между сторонниками и противниками Создания нового учебного заведения Привел к тому, что большинство учителей И родителей приняло решение Перевести альтернативную школу В свою очередь Молдавская школа в Григориополе Продолжила обучение на кириллице И действует до сих пор Когда желающие обучаться И преподавать на латинской графике Отделились на пост руководителя школы Претендовали 14 человек У всех был страх перед новой должностью Но бояться было нечего Говорит Николай Вербинский Его и назначили директором 23 июня 2002 года Заваруха продолжал Даже после того, как меня назначили Здесь на обозье школы Собирались и родители, и бывшие преподаватели И давили на нас Что эта школа работает На языке матери, лимба, маме Тогда говорили Те, которые не хотели работать Они стали работать Дородское Мы подобрали квалифицированные кадры Которые уважают законы нашей республики И буквально через полгода Здесь нормализовалось И мы уже как бы забыли Про конфликты, которые были до этого По словам Николая Вербинского Работать в Григориополе Осталось 80% преподавателей Но и в Дородское Уехало немало учителей и учеников Тогда было много детей Большой лаз, автобус Был полный, переполненный А потом постепенно дети Стали уходить оттуда И к нам вернуться Да и отношения Они говорили Ну, конечно, это не мое дело Что совсем другое отношение к детям Там нужно говорить учителю Дам на профессоре Дам на профессоре, господин профессор И так далее А у нас проще У нас по имени и отчеству Да и мы с большим уважением Относимся к детям Потому что понимаем, что Учиться это большой труд Николай Вербинский говорит Многие ученики школы в Дородском Возвращаются в Григориополь Даже выпускники Возвращаются, чтобы получить аттестат Который признается в России Или получить бюджетное место В Приднестровском госуниверситете У нас пятиклассник недавно Оттуда вернулся И восьмиклассник С восьмого класса А из старшего класса Девочка вернулась На зло Говоря, что Мне не понравилось Как меня оценили На какой-то олимпиаде И говорит Неправильно Не по-честному Поэтому я пришла сюда В вашу школу Мне не нужна такая школа Где они так оценят В конце девяностых годов В школах с румынским языком обучения В Приднестровье обучались Более четырех с половиной тысяч детей Однако такая образовательная деятельность Была незаконной Говорит министр просвещения республики С 2000 по 2007 год Елена Бомешко Школы должны были объявить учредителей Зарегистрироваться в качестве Негосударственных учебных заведений Именно так оно на первом этапе и было Что учредителями этих школ были Производственные предприятия города Варницы возле Бендер Для школ в городе Бендеры Для Терраспольской школы Учредителем ее было Каушанское управление народного образования На территории Молдовы Для Рыбницкой школы Ее учредителем было Резинский департамент образования Республики Молдова Кроме того, как негосударственные учебные заведения Школы должны были получить лицензию На право ведения образовательной деятельности А затем при появлении первых выпускников Пройти процедуру аттестации И аккредитации на территории Приднестровья Это и стало камнем преткновения На все просьбы и предписания Местные власти получали отказ От администрации этих учебных заведений Все инсинуации вокруг этих школ Были связаны только с конкретным Невыполнением правовых норм Но вы сами понимаете, что если учебное заведение Не имеет юридического статуса На территории государства То как можно и вести речь о том Что это учебное заведение Должно, соответственно, заключить договор Аренды на помещение На недвижимость, который пользуется Должно было заключить договоры хозяйственные На получение услуг Отопление, освещение, водопотребление В 2003 году сертификат о постоянной регистрации На территории Приднестровья Получила школа в селе Роги Дубосарского района Отношения между этой школой И местными властями села С преимущественно молдавским населением Как правило, были более конструктивными Чем в других населенных пунктах А в Бендерах педагоги и дети Желающие преподавать и получать знания На румынском языке Отделились от русско-молдавской школы И заняли здание бывшего детского сада В 2001-м с ними удалось заключить договор аренды Но переговоры о регистрации школы На территории Приднестровья Длились очень долго Рассказывает начальник городского управления Народного образования Светлана Узун Были даже такие события Когда мы вынуждены были предпринять попытки Закрыть это учреждение Но вот тут-то было очень сложно Потому что родители осадили школу Не пускали нас на территорию Независимо от того, что мы приходили Из главы госадминистрации Заместителем главы Объясняли им, что Вы действуете не в рамках Нашего законодательства Настоящий прорыв в регулировании Школьной проблемы Произошел в 2005 году Итогом переговоров 1 июля стала постоянная регистрация Четырех школ с румынским языком обучения Это теоретические лицеи Лучиан Благо в Тирасполе Александру Челбун в Бендерах Эвриков в Рыбнице И гимназии Дубосарского микрорайона Коржево Это позволило прежде всего Нивелировать возможные риски Связанные с заключением договоров С арендодателями И коммунальными службами Приднестровья Что важнее Получение знаний Или постоянные встречи детей С политическими лидерами На что средств хватает А что долгие годы Так и остается без финансирования Почему директора Обычных школ Становятся участниками Политических дискуссий И говорят от имени Всего государства Кто и за что получает Награды других стран А также возникновение Молдавского и румынского языков И возможность обучаться На родном языке В Приднестровье есть Подробности далее В то время как школьники Из Дубосары ежедневно преодолевают Расстояние, стремясь к знаниям Ученики лицеев с румынским языком Преподавания находящиеся в Приднестровье То и дело ездят на встречи С лидерами Румынии или Молдовы Чтобы обсудить политическую ситуацию Преследуемые в Тирасполе Румынские преподаватели и ученики Приглашены президентом Румынии В Катрачены Так на одном из новостных порталов Молдовы начинается Материал о встрече Трояна Басеску Бывшего президента Румынии С учениками и преподавателями Школ с румынским языком Обучения в Приднестровье Ион Иовчев Директор Тираспольского лицея Отмечает Нас спрашивают иногда Почему вы не уезжаете оттуда Как мы можем уехать Оставить этих детей Эти расточки Которые хотят иметь будущее Быть там, где их место В большой семье европейских стран Свою образовательную деятельность Директор Тираспольского лицея Лучиан Благо Уже давно превратил в политическую Острые заявления Их проевропейская риторика И нередкие встречи С молдавским и румынским руководством Не совсем привычные Для директора обычной школы занятия Равно как и получение Высоких наград Иностранных государств Так и он Иовчев В 2014 году Стал обладателем ордена Звезда Румынии Это высшая государственная награда страны К сведению Кавалерам ордена Является и Илья Илашку Главарь диверсионной группы Бужор Совершивший несколько террористических актов Приднестровья в начале 90-х На сайте одного из молдавских телеканалов Сообщается о вручении другой награды Еще одной сотрудницы Тираспольского лицея Троян Басеску вручил национальный орден За верную службу Раисе Подурян Заместителю директора лицея Лучуан Благо в Тирасполе На торжественной церемонии Тогдашний румынский президент Закончил свою речь дрожью в голосе Троян Басеску поблагодарил награжденных За то, что им не надоело Румыния Говорится на портале Гендул.Инфо Румыния относится к государствам Которые были созданы не так давно Всего в середине 19 века Страна возникла в 1859 году В результате объединения Молдавии и Валахии Независимость княжества Приемником которого и стало новое государство Провозглашена 21 мая 1877 года Кстати, молдавское княжество Создано в 14 веке То есть на 5 столетий раньше, чем Румыния Об этом забывают сегодняшние молдавские политики Легко отдавая первенство Куда более молодому государству Литературный молдавский язык Начал формироваться тоже гораздо раньше Румынского, еще в 17 веке И первоначально для него использовался Старокириллический шрифт Лишь в 60-х годах 19 века После образования Румынии На территории новой страны Его заменили латиницей Синтагма «Румынский язык» появилась Лишь после 1812 года Когда территория Днестровско-Прутского Междуречия перешла под контроль Российской империи После чего за Прутом началось формирование Отдельного сообщества Назвавшего себя позднее румынским В то время как на территории современной Молдовы Формировалась молдавская этнокультурная самобытность Но сегодня некоторые носители Древнего молдавского языка Отказываются от своих корней Следуя за соседями Искусственно привитая тогда румынам Латинская графика насаждается молдаваном Между двумя некогда разными языками Теперь почему-то стоит знак «равно» Молдавский язык – это родной язык Молдавской нации Поэтому, значит, когда говорят, что там Кто-то приравнивает молдавский язык к румынскому языку Это в корне неправильно Молдавский язык – это Есть молдавский язык Это язык молдавской нации Румынский язык – это есть румынский язык Это язык румынской нации Особое внимание к школам с преподаванием на румынском языке Проявляют не только румынские власти, но и молдавские Группу детей и учителей из лицеев Тирасполе и Дородском В 2014 году принимали у себя Президент Полдовы Николай Тимофтий с супругой Глава государства поздравил учащихся С Международным днем защиты детей Пожелав хороших, полных радостей каникул Также он выразил восхищение Мужеством и стойкостью учителей Которые, несмотря на неблагоприятные условия Воспитывают в подрастающем поколении Левобережья любовь к стране и своему роду Для гостей хозяева провели экскурсию По государственной и президентской резиденции А по окончании встречи ученики и преподаватели Получили очередную партию книг на румынском языке Николай Тимофтий отметил, что Нормальное функционирование школ С преподаванием на румынском языке в Приднестровье Это приоритет кишиневских властей Однако как соотносится нормальное функционирование школ С экскурсией по президентской резиденции Или получением дополнительной литературы Такой, как, например, эта книга под названием Герб Румынии Непонятно Ведь во многих из этих школ нет горячего питания Спортзала, да и условия в учебных классах Не всегда соответствуют нормам Но к этому мы вернемся позже Итак, пристальное внимание со стороны властей Постоянные встречи и награды Все это говорит о планомерном проведении Молдовой своей политики в Приднестровье И то, что учителя не покидают школы Находящиеся в таких сложных в кавычках условиях Как раз и можно объяснить этим вниманием Моральным и материальным стимулированием Так, с сентября 2014 года Примерно 400 учителей из школ с румынским языком обучения На территории Приднестровья Получают ежемесячную надбавку к зарплате Она составляет 1000 леев Для сравнения отметим, что размер средней пенсии По возрасту в Молдове Не намного больше этой прибавки 1208 леев А минимальная пенсия вообще составляет 767 леев За патриотизм и верность А также для поддержания образовательной системы Было предложено увеличить надбавку С 400 до 1000 леев Входят сюда и три школы в селах Маловато-Новы, Качиеры и Дородская Потому что там учителя работают В таких же условиях Внедрение этого решения в жизнь Требует дополнительно более полумиллиона леев в месяц И эти средства выделяются Несмотря на сложную экономическую ситуацию В Молдове и вокруг нее Просьба о выделении учителям надбавок к зарплате Высказывалась еще весной 2014 года Тогда преподаватели и ученики этих лицеев Находились с визитом в Румынии И он и Овчев отметил, что моральной поддержки для лицеев Недостаточно, нужна помощь и финансовая Я сказал, что было бы хорошо Чтобы помогли тем восьми школам С преподаванием на румынском языке В Приднестровье Не только морально, но и финансово Потому что наше положение очень сложное Говорили о стипендиях, которые нужно Выделить нашим выпускникам И о материальной и финансовой поддержке Хотим, чтобы была надбавка к зарплатам преподавателей Так как их материальное положение Достаточно сложное Возникает вопрос Какая сторона медали заботит директора больше Идеологическая или все-таки финансовая Так как дальше преподаватель ставит Столь ненавистную им Россию в пример Румынии То, что делает Россия для школ Приднестровья Помощь, которую она им оказывает Обязывает румынское государство Заботиться о румынских школах Хорошо, что есть моральная поддержка Но должна быть и финансовая И я думаю, что мы сможем сохранить эти школы Во что бы то ни стало Преподаватели всегда остро реагируют На важные политические события В Приднестровье и за его пределами Так когда весной 2014 года Жители Крыма проголосовали За вхождение в состав России А Приднестровье обратилось к России С просьбой о признании независимости Учителя школ, находящиеся под юрисдикцией Молдовы Выразили обеспокоенность С дальнейшей судьбой Приднестровья Я лично боюсь, чтобы не повторилось то, что было в 40-м Когда Бессарабия была отобрана Советским Союзом И было много беженцев Которые оставили все нажитое добро И были вынуждены уехать на правый берег прута Может быть, до этого не дойдет Но ситуация очень серьезная Атмосфера очень напряженная Так как каждый думает о завтрашнем дне И не знает, что случится Тем более после последних крымских событий После того, как узнаем, что ежедневно захватывают новые города на Украине Люди у нас не знают, что делать Если у нас это случится Я такой человек, который может аргументировать свою точку зрения Но у меня есть друзья, которые также хотели бы учиться в лицее Но не могут из-за страха давления со стороны властей А также жители Приднестровья Это большая проблема Чувствуем поддержку со стороны Румынии И мы рады, что нас не забывают И что нас слушали И, надеюсь, услышали в течение этих двух дней Надеемся, что все будет хорошо И 1 сентября школы вновь откроют свои двери для новых детей Хочешь победить врага – воспитай его детей Видимо, эту восточную мудрость взяли на вооружение молдавские власти И подчиняющиеся им руководители лицеев Находящиеся в Приднестровье Они давно сами участники политической игры Что самое страшное втягивает в нее и своих учеников Искажая историю, настраивая их против родной страны – Приднестровья И против России Россия, которая всегда была страной-тираном Продолжает свои действия по захвату новых территорий Мне очень страшно в связи с событиями, которые случились недавно Никогда не было так страшно, как сейчас Потому что эти события очень важны для Приднестровья А в отдельном интервью Иоанн Йовчев вообще называет молдаван, проживающих в Приднестровье, румынами Хотя они себя так не идентифицируют Я даже не представляю себе этого Как город Тегина с правого берега Днестра может быть в составе Российской Федерации Более 30% здесь румыны, другие 30% украинцы Русскоязычное население в меньшинстве и проживает в основном в Тирасполе, в городах Это присоединение – амбиция империалистического характера 18-19 веков Но и уезжать из враждебного, по его словам, Приднестровья директор лицея Лучан Благо не хочет С другой стороны, куда уезжать? Знаем, что румыны гостеприимны, но для того, чтобы жить в Румынии, нужны деньги Что нам делать? Остановиться на Северном вокзале? Значит, живет там, где государство социально ориентировано Значит, важнее это, а не поддержка проевропейских взглядов и отсутствие так называемого давления со стороны властей Директора школ, да и некоторые обычные учителя, как иногда кажется, выбрали для себя не тот путь Обычные преподаватели часто становятся экспертами в области политики и даже экономики И создают не самый благоприятный образ Приднестровья в глазах наших соседей На основе выдуманных фактов или непонимания реального положения дел В магазинах пусто, люди почти не ходят, потому что у них денег нет В Приднестровье валюта 4 года назад, как была по 11 рублей доллар Он и до сих пор 11 рублей стоит 1 доллар То есть это искусственно, это все искусственно Все вот эти годы была поддержка из России В России сейчас такая ситуация кризисная, что они не могут помочь ни себе И уж тем более Приднестровье Да, я думаю, что Россия слишком много на себя взяла Они не посчитали, насколько они способны состоянии вот это все Я думаю, что нужно знать всегда меру во всем Такой перевод проблемы образования в политическую плоскость дает свои плоды Сегодня в Приднестровье работает 5 школ с преподаванием на румынском языке Зарегистрированы в качестве юридических лиц учебные заведения Теоретические лицеи «Лучан Благо» в Террасполе Теоретические лицеи «Александру Челбун» в Бендерах Теоретические лицеи «Эврика» в Рыбнице Гимназия в Дубоссарском микрорайоне Коржево Гимназия в Селероге Дубоссарского района Без регистрации работает Бендерская школа-интернат для детей-сирот И детей, оставшихся без попечения родителей Как мы уже говорили, в конце 90-х в этих школах Получали образование более 4,5 тысяч детей В 2005-2006 годах речь шла об обучении 2 тысяч человек В 5 зарегистрированных учебных заведениях Сегодня в этих образовательных учреждениях учатся всего около 900 детей В пример можно привести бендерские лицеи «Александру Челбун» В 2011 году образование в нем получали 730 человек В 2012-м 642 В следующем 2013-м учеников уже было 573 В 2014-м 529 А в этом учебном году здесь обучается всего 492 человека Отмечает начальник бендерского УНО Светлана Узун Понятно, эта тенденция, она касается всех Сегодня уменьшается количество детей Но и популярность данного учреждения падает Потому что многие родители этих детей находятся за пределами ПМР в России И, естественно, они ориентируют своих детей на обучение в Российской Федерации А следовательно, детям нужно получать аттестат об образовании пренестровского образца И родители, и дети поняли, что качество образования, получаемое в таких школах Которые не подвергаются инспекторской проверке Не только со стороны нашего государства Они не могут, потому что для нас это недоступная территория Но они не инспектируются и своими непосредственными органами управления со стороны Республики Молдова Поэтому, естественно, что образовательный режим, качество образовательных услуг Там, в общем-то, зависит от, так сказать, педагогической этики самих учителей, руководителей этих учебных заведений Проблема с арендой зданий у приднестровских властей Отсутствие лицензии и аккредитации у данных учебных заведений Создает дополнительные трудности в их деятельности Эти организации образования, как организации образования, в общем-то, зарегистрированы на территории Республики Молдова На территории Приднестровья они зарегистрированы как юридические лица Но для того, чтобы юридические лица могли оказывать образовательные услуги Они должны иметь лицензию на право ведения образовательной деятельности Вот такой лицензии у данных организаций образования не имеется Поэтому фактически образовательные услуги ими оказываются на незаконной основе, на территории Приднестровья. Кроме того, не во всех школах осуществляется санитарно-эпидемиологический контроль и контроль пожарной безопасности. Соответствующим службам Приднестровья, как и местным органам власти, не говоря уже о средствах массовой информации, попасть в лицей практически невозможно. И это несмотря на то, что в них учатся и юные граждане Приднестровья. Вопрос о необходимости проведения проверок в этих организациях образования не раз обсуждался на заседаниях экспертных групп. В марте 2014 года такую совместную инспекцию удалось провести. Из-за того, что у наших контролирующих служб практически не было доступа в эти организации образования, мы предполагали, что там не все может быть благополучно и с санитарно-эпидемиологической ситуацией, и с пожарной безопасностью, и с электробезопасностью. Но те результаты проверки, которые, в общем-то, нам представили наши надзорные службы, конечно, были достаточно удручающими. Проверка показала, что безопасность учеников для руководства школ не в приоритете. Так практически во всех учебных заведениях не оказалось необходимого количества огнетушителей и пожарных рукавов. Схемы эвакуации, по словам Светланы Фадеевой, там отсутствовали, а запасные выходы были захламлены неиспользуемым оборудованием. Такая же ситуация и с электричеством. Незакрытые щиты, открытая проводка создавали угрозу здоровью и даже жизни учеников и преподавателей. В селе Роги функционирует гимназия, там вообще группы дошкольного обучения были расположены в подвале. Вы представляете себе сырой подвал, окна маленькие под потолком, недостаточное количество света, и дети, которые проводят время в таких условиях, когда в это время в селе есть нормально функционирующий, хороший детский сад со всеми условиями, созданными для этих детей. Конечно, впечатление было очень такое тягостное. Как отмечает Светлана Фадеева, в Тираспольском лицее «Лучиан Благо» нет спортивного зала. Ученики занимаются физкультурой в фойе второго этажа. И в то же время в кабинетах идут обычные уроки. Я не очень понимаю позицию руководства данного лицея, потому что мы неоднократно предлагали лицею снимать помещение в рядом стоящей школе номер 4. Мы могли бы составить расписание спортивных занятий таким образом, чтобы они могли физическую культуру проводить в зале школы 4. И неоднократно предлагали организовать питание силами нашей 4-й школы, чтобы дети были обеспечены необходимым жидким, горячим питанием. Но, однако, оба наши предложения остались нереализованы. Получается, что здоровье и безопасность школьников не так важны, как их втягивание в политические игры. Средств на обеспечение горячим питанием не хватает, а на оплату дороги в Молдову и даже Румынию нашлись без проблем. Горячих обедов в лицее «Лучиан Благо» нет до сих пор. Там, где раньше была столовая, сегодня расположена библиотека, а булочки, чай или шоколадки можно купить только в таком буфете. Ассортимент в нем небогатый, да еще и выходит буфет своим окном на рекреацию, где ученики бегают и играют на переменах. Воспитывать и обучать граждан для своей страны или для чужой? Принцип добрососедства – оказать помощь всегда готовы, но она почему-то не нужна. Какие льготы для выпускников молдавских школ предоставляются в Приднестровье? И почему преподавание молдавского языка – дело государственной важности? Об этом расскажем в последней части фильма. Вот такая красота сейчас у нас делается для «Лучиан Благо». А это столовая в столичной четвертой школе. Именно здесь пекут ароматные плюшки и крендели для учеников соседнего лицея «Лучиан Благо». С «Лучиан Благо» мы работаем очень давно. Работаем мы с ними по такому принципу. Они заказывают булочку, сок, напитки, компоты, все, что им надо. Утром идет наш буфетчик туда, собираются заявки, сообщаются нам, и по мини-требованию мы приготовим то количество, которое надо. Обычно для лицея готовят около 130 булочек для каждого ученика. Сегодня их немного меньше. В то время как ученики лицея «Лучиан Благо» забирают свою выпечку, на плитах продолжает бурлить горячий обед для столичных школьников. Здесь горячее питание получает почти полторы сотни человек. Чтобы приготовить и первое, и второе, и еще успеть испечь аппетитные булочки, сил у работников хватает, говорит заведующая столовой. Сотрудники могли бы обеспечить горячими обедами и соседние учебные заведения. Но таких заявок пока не поступало. Получать образование на родном молдавском языке, проживать в комфортных условиях и обедать как положено. Первым, вторым и сладким третьим. Объединение всех этих условий возможно здесь. Республиканский молдавский теоретический лицей находится в Тирасполе. Его открыли в 2012 году в качестве образовательного и методического центра на базе бывшей средней школы номер 22. Здесь был открыт лицей по многочисленным просьбам родителей из республики, которые хотели бы, чтобы их дети обучались. Здесь получали углубленное профильное образование по физико-математическому циклу, по биолого-химическому и филологическому, что способствует дальнейшему получению образования на молдавском языке в нашем педагогическом вузе и в других вузах, где есть специальности на молдавском языке. Сегодня в лицее обучаются дети и подростки со всей республики. Проживает здесь же, в общежитии. Михаэла приехала из Малаешт. В этом году она выпускница, заканчивает 11 класс. Поступать хочет в Приднестровский госуниверситет, на факультет психологии. Говорит, что к самостоятельной жизни уже готова. Помогло проживание в лицее. Здесь в общежитии достаточно хорошие условия для того, чтобы жить и учиться. У нас есть шкаф, в котором хранятся наши вещи. А также кровать, на которой я сплю. Здесь мы вечером делаем уроки в свободное время. Мы можем здесь играть в настольные игры. А также у нас есть шкафчики, в которых также хранятся наши вещи. Соседка Михаэла Снежана из Каменки. В 10-м классе, где учится лицеистка из Тирасполя, нет никого. Все ребята приезжие. Бутер, Суклея, Рыбница. Девушка учится на отлично. Даже заняла второе место на Олимпиаде по молдавскому языку. Но поступать думает на экономический. Мои любимые предметы – это английский, алгебру люблю очень. Ну, а вообще мне нравятся все, особенно учителя, тоже такие хорошие, поддерживают постоянно. Ну, я привыкла уже ко всему. Здесь учусь, живу, прям как дом. Ученики здесь и едят, как дома. Горячим питанием их обеспечивают раз в день. Подкрепляются между уроками здесь, в светлой и просторной столовой. Нас очень хорошо кормят. Обычно на первое дают суп или борщ, на второе – кашу, котлету, может, рыбу. В девятом классе физика. Сосредоточенные лица соответствуют содержанию предмета. Перед каждым учеником – учебник на молдавском языке. Литература в лицее есть, но ее все равно недостаточно, отмечает директор. Это объясняется уникальностью Приднестровья. Только у нас молдавский язык сохранен в исконном виде, на кириллической графике. Нам нужна художественная литература, нам нужна литература для детей, нам нужна литература для дополнительного чтения, нам нужна литература, что касается непосредственно произведений, которые мы учим по молдавской литературе. Нам нужен учебник русского языка и литературы для национальной школы, который очень устаревший у нас. То есть еще с литературой и с методическими пособиями есть над чем работать. Однако потихоньку в рамках программы «Учебник» при содействии Института развития образования книги на молдавском языке все же появляются. И в такой ситуации ученики молдавского лицея занимают призовые места на городских и республиканских олимпиадах. Да и с исследовательского общества учащихся лицеисты не возвращаются без призовых мест. В этом году таких два. В городской олимпиаде у нас 11 призовых мест. Это и химия, это и биология, это и молдавский язык, французский язык. Это молдавский язык, безусловно, и молдавская литература. Поэтому 83% действительно успешности на олимпиаде, на городском туре. Это, конечно, очень для меня и для моего коллектива, для нашего коллектива. Это очень большой успех. Ученики лицея, по словам директора, даже введение. Единого госэкзамена пережили без потерь. Со справкой не ушел никто. И обучаются выпускники не только в преднестровских вузах, но и в нескольких ведущих университетах Москвы. Не важно, какую школу ребенок заканчивает. Важно, как он учится и какие он получает знания. Поэтому, пользуясь случаем, мне хочется пригласить, чтобы дети наши обучались в таких прекрасных условиях. Луна, печер, печер на поле, вдоль. Марина Делимарская тоже гордость лицея. С отличием закончила и его, и Приднестровский госуниверситет. Теперь под ее контролем физическое воспитание будущего поколения. Я рада, что дети здесь занимаются физкультурой. Потому что, когда я училась, у меня мало что было. Допустим, там, мячей, инвентаря спортивного, настольного тенниса. У нас такого не было. Здесь, конечно, есть настольный теннис, все, что нужно для детей. Мы стараемся все делать возможное для детей, чтобы им было интересно, как они приходят на урок здоровыми, чтобы они здоровыми и уходили. А совсем недавно при лицее открылся детский сад с молдавским языком обучения Бабуруза. Дошкольное учреждение стало одним из проектов российской автономной некоммерческой организации Евразийская интеграция. Это русский мир. И здесь живут такие же граждане, как в Российской Федерации. Говорить о том, что это, да, другая страна со своими законами, со своей территорией. Но все-таки мы должны понимать, что мы все рожденные в СССР. И из меня, например, уже очень сложно убрать то понимание, что здесь другой народ. Это наш народ. Содействие развитию молдавского языка российская организация оказывает на различных уровнях образовательные системы. Так, в селе Ташлык Григориопольского района ведется строительство молдавской школы. Ее оснастят не только современной техникой и удобной мебелью, но и необходимой литературой и методическими пособиями на молдавском языке. Подход евразийской интеграции вообще к процессу оказания гуманитарной помощи Приднестровью, он основывается прежде всего на том, что помощь должна быть всем без исключения. И если Приднестровье – это многонациональная республика, многонациональное образование, то все национальности должны в этом процессе участвовать. И молдавание, как одна из самых многочисленных групп населения здесь, она для нас является одним из таких важных партнеров. И мы учитываем то, что им нужно. Всего в республике работает 41 школа с молдавским языком обучения. У выпускников таких учебных заведений при поступлении в ПГУ есть определенные льготы. Независимо от выбора факультета и даже языка обучения, им предоставляется 10% от всех бюджетных мест. Выпускники молдавской школы участвуют в отдельном конкурсе между собой и имеют право на поступление по своему конкурсу, не участвуя в общем конкурсе зачисления бетуриентов. Ирина при поступлении в ВУЗ как раз воспользовалась этой квотой. Сегодня учится по специальности «Молдавская филология». Но прийти именно сюда решила не сразу. Я решила сначала поступить на кафедру журналистики. Но получилось так, что я не набрала максимально баллов. И потом, когда я подошла к комиссии, мне сказали, что если хочешь, можешь поступить на молдавскую филологию. Здесь тебе помогут. От своей мечты девушка не отказывается. Работать хочет исключительно журналистам. И писать ей будет проще на родном языке, молдавском. Кристина тоже хочет связать свою жизнь с лингвистикой. Родной язык будет преподавать. У нас как бы немного студентов, но у нас очень развитые и очень трудолюбивые студенты. Поэтому я хочу сказать, что у нас тут есть абсолютно все условия для того, чтобы получить хорошее образование, много знаний об этом языке. Поэтому мы рады принимать всех желающих, кто хочет познать всю красоту нашего молдавского языка и передавать его другим. Для наших студентов созданы все условия, чтобы они работали. Это и техническая база, и материальная база. Наши преподаватели готовят учебные пособия и учебни, дидактические материалы для подготовки как аудиторных, так и для самостоятельной работы студентов. Обучение на молдавском параллельно с русским ведется и на других факультетах ПГУ. Это направление педагогическое образование, профиль физическая культура, профиль дошкольное образование, профиль биология. Там можно поступать и учиться молдавской группе на родном языке. На паре по молдавскому языку будущие педагоги изучают морфологию, а преподает им тоже бывшая студентка ПГУ. Елена Бабий училась в молдавской школе села Хрустовая Каменского района, потом в госуниверситете. Его закончила с отличием. Так как мне нравится очень мой родной язык, и хотелось, чтобы студенты знали его в литературном обличье. Хотя наши группы маленькие, мы стараемся с каждым работать индивидуально. Основная цель наша – обогащение словарного запаса и культура речи студентов. А Алина не сразу решила стать педагогом. Изначально поступила на психолога, но там молдавской группы не набралось. Девушка говорит, на парах чувствовала себя некомфортно и понимала далеко не все термины на русском. И я решила перейти на педагог начального образования. Так как была возможность, группа молдавская, там мне было бы легче. И первые пары, как уже на педагог начального образования, я не знаю, первые пары сразу же начали высказывать свое мнение. У меня много адреналина было. Я понимала, что это уже мое. Мне легче и не так уж сложно. В ВУЗе абитуриентов всегда ждут с нетерпением. Неважно, из каких школ и на какие специальности они придут. На каждой кафедре и для каждого выпускника создаются комфортные условия для поступления и дальнейшего обучения. Выбор учебного заведения есть у каждого. Родители, прежде чем выбрать школу для своего чада, тщательно взвешивают все за и против, слушают отзывы знакомых и изучают предложения. Какие у выпускников образовательного учреждения перспективы, какие условия в здании школы и насколько спокойная там атмосфера. История школ с преподаванием на румынском языке долгая. Ее завершение пока не видно. Она будет длиться столько, сколько одной из сторон будет выгодно сохранять напряжение, оставляя детей заложниками политической игры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова